Добрый день! Меня зовут Андрей Дутырев. Сегодня у нас восьмая встреча нашего цикла, восьмая лекция. Называется она «Духовные движения и миссионизм». Сегодняшняя наша встреча, она в этом году завершающая. Сама тема тоже завершающая. Я думаю, что наш цикл по «Духовным движениям», по крайней мере, то, что я хотел сделать, она тоже венчает. И сама тема, как вы понимаете, она такая, в общем-то, тоже, но своим названием говорит о некотором финале, о некотором завершении. Хочу еще сказать, что то, о чем мы здесь говорили, о духовных движениях, я попытался также изложить эту тему в книгах. Книг всего четыре, ну, в смысле не всего четыре, а четыре названия. Первая называется «Экспериментальная теология», вторая книга называется «Теология духовных движений», третья книга называется «Теология публичного пространства», и четвертая книга называется «Постоталитарная теология». Вот если кто-то хочет поближе познакомиться с той тематикой, о которой мы говорили, можно эти книги приобрести. Вот три из четырех, одна книга уже продалась, а три из четырех по-прежнему еще есть в пространстве фавора. Их можно купить по сравнительно недорогой цене. Но это если кто-то хочет, так сказать, в эту тему войти глубже и покопаться во всех этих вопросах. В вопросах экклезиологии, в вопросах диалога заветов, в вопросах размышления о промысле Божьем и так далее. Сегодняшнюю встречу мы тоже будем строить как бы так из двух частей. В первой части я поговорю о вере, о том, что такое вера и о ее темных двойниках. Потом я поговорю о миссионизме, о том, что такое миссионизм и как эта тема раскрывается в иудаизме, в библейском иудаизме, и в христианстве. И попытаюсь сравнить эти миссианские подходы и предложить, попытаюсь некую концепцию, некий взгляд, который возможен в настоящее время. И во второй части я хотел бы поговорить о книге, которая называется «Откровение Анны Богослова», или она известна еще как «Апокалипсис», и попытаться поговорить об этой книге в свете предложенной миссианской темы. Конечно, темы эти бездонны в каком-то смысле, но мы попытаемся наметить пунктирно какие-то смысловые связи, как мы и раньше делали, пытались уловить некое дыхание Духа, дыхание Божие. Вообще, то, чем мы тут занимаемся, мы пытаемся опознавать действия Божие в истории. И такая вещь интересная, потому что в Писании написано, что Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Это значит, что человек, в принципе, может войти в божественное понимание. Господь может приоткрыть божественный смысл происходящего. И вот раньше в Ветхом Завете, например, существовали такие пророческие школы, где этому учили. То есть были ученики специальные, которые изучали тексты, исправляли как-то свою жизнь, и вот они этому учились. Вот, собственно, мы в каком-то смысле пытаемся тоже подражать, что ли, пытаемся размышлять над текстами, над какими-то историческими событиями, важными для нас, как мне представляется. И вот таким образом пытаемся войти в понимание божественных действий. Сейчас, сегодня хотелось бы поговорить вот о, собственно, вере, потому что вера — это ключевое такое понятие, и без него, в общем-то, вообще говорить о духовной жизни довольно трудно. Известный философ религиозный Мартин Бубер, он говорит о двух образах веры. Первый образ веры связан с присутствием Божьим. Это вера доверия. Вера, когда человек находится в присутствии Божьем и живет в соответствии с этим присутствием. Он как бы находится в диалоге с Богом, чувствует его присутствие, и вот таким образом раскрывает вот это понятие веры. А второй образ веры по Буберу — это вера во что-то объективированное. Например, вера в Троицу, вера в воскресение мертвых, вера там, допустим, в то, что какое-то событие состоится. То есть как бы вера, предполагающая некое отстранение, некий перенос. И вот Бубер связывает эти два образа веры. Первый образ веры он связывает с библейской традицией, с иудаизмом, в частности, а второй образ веры он связывает с христианством. Говорит, что христианство, оно как бы отошло от первого образа веры и в основном увлеклось именно вторым образом веры. Для него вера — это то, во что мы верим. Собственно, отсюда возникает ортодоксия, право верия. То есть правильная вера, правильная формулировка веры означает, что мы находимся на правильном пути. Вот как бы такой подход. Но на самом деле, конечно, этот подход не совсем корректный, потому что и иудаизм можно точно так же обвинить в том, что там есть и второй образ веры. Например, иудеи до сих пор верят, что должен прийти Мессия. Это тоже как бы вера, предполагающая перенос. Да и в христианстве тоже, если почитать жития христианских святых, мы можем заметить, что Бог присутствует рядом с человеком, и человек, он свои действия соотносит с действиями Божьими. Какие-то выборы жизненные и так далее. Поэтому эти два образа веры задают нам скорее некие координаты нашей жизни. То есть первый образ веры можно отнести с чем-то чувственным, допустим, с психологией, с чувствованием Духа Божьего, с направленностью воли, как волю направить так или иначе. А второй образ веры можно соотнести с чем-то рациональным, с разумом, с попыткой найти смыслы, с попыткой как-то понять происходящее. И поэтому эти два образа веры друг друга дополняют. И хотелось бы сказать о том, что у этих двух образов веры есть темные двойники. То есть те образы, которые вроде бы похожи на веру, но верой не являются. И вот я бы предложил такое название этих двойников как утопия. То есть что такое вера? Вот по апостолу Павлу вера – это уверенность в невидимом. То есть как бы опора на невидимое. А что такое утопия? Утопия – это в переводе с греческого «топос» – это место, «у» – это приставка «не». То есть несуществующее место. То есть тоже невидимое получается. И получается, утопия – это как бы темный двойник веры. И бывает очень трудно отличить одно от другого, потому что в вере есть утопия, а в утопии есть вера. То есть опора на невидимое. И вот сложность человеческой жизни заключается в том, что он живет вот в этом состоянии, когда не знает, где вот истинная вера, что ли, а где вот утопия. И причем даже внутри религиозных традиций бывает, ну, как бы разные слои, что ли, разные слои реальности, когда человек, например, если он находится в прелести, скажем, в христианской традиции, он находится в такой вот чувственной утопии. Он в экзальтации, в какой-то восторженности. И эта восторженность, она может говорить вовсе не о вере, а скорее либо об искушении, либо о том, что он идет куда-то не туда. Хотя он может себя считать, например, верующим человеком. Будет говорить, я верующий, я вот верю и так далее. Либо он, наоборот, строит в своем уме какие-то рациональные схемы, какие-то модели и начинает в эти модели верить как в некую истину. И таким образом он тоже может строить утопию, то есть некую такую конструкцию мыслительную, которая на самом деле будет часто лишь какой-то конструкцией, не более того. Поэтому вера всегда соседствует с этой самой утопией. Почему я об этом заговорил? Потому что в теме миссионизма, о которой мы сегодня будем говорить, тема лжемиссионизма присутствует рядом. Вы же понимаете, да? И миссионизм часто является таким ругательным словом, что вот миссионизм – это значит что-то такое, какая-то утопия. И я хочу подчеркнуть именно то, что в самой вере заложена утопия. Вот в этом сложность, но в этом и некая надежда, что эта утопия может быть разрешена. Причем бывает, что одно и то же событие может являть и предмет веры, и предмет ложной надежды. Когда что-то, скажем, не исполняется, допустим, исцеление, человек болеет, не знаю, 20 лет, и надеется, что рано или поздно он выздоровеет. И эта вера может быть утопической, потому что он может не выздороветь никогда. А может наступить момент, когда он вдруг выздоравливает, и тогда его вера становится, актуализируется, и вдруг является то событие, которое актуализирует его веру. Если мы почитаем Евангелие, оно как раз нам и демонстрирует вот эти многочисленные события, актуализации какой-то скрытой реальности, которая вдруг являет себя и являет свою силу, свою мощь, свой свет и так далее. И вот в этом, конечно, и уникальность ситуации, но и сложность, потому что никогда не знаешь, когда что-то произойдет, а когда что-то не произойдет. Потому что вера – это, в общем-то, скорее путь человека в пространстве вот этих действий божьих, когда действия божьи происходят в единстве с действиями человеческими. Но прежде чем человек научится так жить, он набьет очень много шишек. И мы знаем, что, допустим, святые, они прежде чем выйти на служение, прежде чем Дух Святой постоянно с ними находится, они претерпевают обычно очень много искушений, очень много каких-то сложностей, непониманий, прелести и прочего. Так что это все в каком-то смысле закономерно. Теперь, собственно, после такого небольшого введения приступим к самой теме мессионизма. Что такое мессионизм и как он появляется? Вообще понятие мессионизм или мессианство или мессия этимологически восходит от слова Моисей. От слова Моисей. То есть по-еврейски мессия – это Машех, а Машех – это Маше. Маше – это Моисей. Соответственно, кто такой Моисей? Моисей – это человек, в жизни которого действовал Бог, во-первых, а во-вторых, это человек, который вывел народ с помощью Божией из Египта. И отсюда как бы два понимания мессианской темы. Первое понимание – это личное измерение, а второе понимание – это социальное измерение. То есть мессианство как социальное измерение, как народ Божий. И вообще в иудейской традиции, в библейской традиции, там очень много пониманий мессианства есть, и они часто противопоставляются друг другу или дополняют друг другу, поэтому тут не стоит удивляться. Например, праатцы часто называются мессиями, там Авраам, Исаак и Аков. Также первосвященник может называться мессией, как помазанник, помазанник Божий, служитель Божий. Цари называются мессиями. Саул, например, называется мессией. Давид и все цари его династии. Это как бы доминирующее такое понятие, что мессия – это царь. Но не только, может быть, и не царь, как мы сейчас только что сказали. Но вообще под мессианство понимается, конечно, в основном царство, царское такое служение, потому что служение царя связано со служением, как бы завоеванием земли обетованной. И поэтому народ Божий, мессианский народ, мессианские чаяния, они реализуются тогда, когда завоевывается земля. Земля, которая становится пространством жизни народа Божьего. И это такой важный принципиальный момент. Поэтому для иудаизма важно, чтобы этот мессия одерживал победу. Хотя, и мы знаем, что, допустим, в христианские времена там появляются, скажем так, люди, которые поднимают восстание, и они тоже называются мессиями, потому что с ними возникает чаяние освобождения народа и завоевания земли обетованной. При этом в иудаизме второго храма появляется понятие, что мессия может быть не только торжествующей, но и страдающей. И поэтому, собственно, пришествие Христа, когда Христа стали воспринимать как мессии уже христиане, оно связано с этими иудейскими пониманиями мессианства, что мессия может быть страдающей мессией. Также мессианская тема в иудаизме связана, но это уже в христианские времена, с возвращением на святую землю, и поэтому мессия, который возглавляет это возвращение, тоже всегда приветствуется. Оно связано с социальными изменениями, мессианская тема всегда связана с социальными изменениями. То есть это, во-первых, торжество справедливости, насыщенная такая жизнь, торжество свободы. Вот все эти надежды, они обязательно связаны с мессианской темой. И также в мессианской теме много такого, что отвечает каким-то чаяниям народа. Мы сейчас говорили, что есть, скажем, аспект персоналистки, когда мессия понимается персоналистически, как один человек, в жизни которого действует Бог, также можно говорить о деперсонализации мессианской темы, когда мессия – это народ, избранный народ. И третье – можно говорить о суперперсонализации, потому что в иудейской традиции есть понимание, что мессия не приходит извне, он как бы приходит изнутри. Если он приходит изнутри народа, значит, он может прийти изнутри меня. Если он приходит изнутри меня, значит, мессия – это я. И поэтому каждый член народа Божьего может быть мессией потенциально, потому что через него может Господь возвещать свое слово, какое-то важное слово для народа Божьего. И в этом тоже такая особенность библейской традиции, что мессия может быть каждый человек, потому что каждый человек так или иначе вовлечен в отношение с Богом. Это, собственно, то, как раскрывается мессианская тема в иудаизме, в библейской традиции. Что касается христианской традиции, то в христианской традиции доминирующее понимание такое, что мессия – это, конечно же, Иисус Христос, помазанник, царь, через которого открывается Царство Божие, Царство Небесное, через которого все народы призваны войти в это Царство Божие. Но особенность заключается в том, что, если говорить о деперсонализации, то церковь становится как бы вторым народом Божьим. Был первый народ Божий, Израиль, и появляется второй народ Божий, Церковь. И мы оказываемся в ситуации, когда действует два народа Божьих. И это уже отличается от библейской истории, потому что в библейской истории народ Божий был только один, а тут вдруг их оказывается два – Церковь и Синагога. И они находятся в каком-то таком непростом взаимодействии. Потом Церковь дробится на множество самостоятельных деноминаций. И таким образом народов Божьих становится еще больше. И возникает теология замещения, когда Церковь считает себя единственным народом Божьим, а иудаизм, соответственно, сходит с исторической сцены, по мнению такой теологии. И в этом случае эта теология замещения распространяется по отношению к другим христианским деноминациям. Например, кто-то считает себя истинной верой, а других, соответственно, что-то искажающим. И так далее. И на этой почве часто возникают конфликты, в том числе войны. И мы наблюдаем, что в истории довольно много было религиозных войн. Хотя, казалось бы, все вроде христиане, народы Божьи и так далее. В какой-то момент люди поняли, что довольно странно вести религиозные войны, потому что Евангелие вроде как призывает к миру, к мирному сосуществованию. И мессианская тема немножко поменялась. То есть произошла некая эволюция мессианской темы. Вероисповедание сменили нации. Если раньше люди делились друг по отношению к другу по принципу веры, то есть кто какую веру исповедует, тот к такой общности и относится. То потом тема веры отошла на второй план, и на первый план стала тема нации. То есть это, по сути, нации, когда возникли, это та же самая мессианская идея, в которой поменялась суть, но осталась форма. То есть люди стали делиться по нациям, и границы стали строиться по принципам наций. И вот эти нации носили такой секулярный характер, но в чем-то они имели образ такого мессионизма. Причем у каждой нации, как правило, были какие-то положительные идеи. Например, идеи просвещения, идеи свободы, идеи равенства и так далее. И даже советская нация, она тоже мыслила себя как некий такой народ, новый народ, какой-то избранный народ, в котором восторжествовала какая-то идея справедливости, идея всемирного братства. И в этом, кстати, тоже был некий образ веры. Образ веры, потому что мы сказали о двух образах веры и о темных двойниках веры, об утопии. А есть еще такое понятие, которое называется антифилософия. Антифилософия — это когда человек продумывает какие-то аспекты жизни, и после того, как он продумал что-то, он уже как бы согласился и стоит на некой последней точке. И в этом случае его мысль и его жизнь, они как бы совпадают. И таким образом жизнь не очень нуждается в предшествующих каких-то размышлениях. И получается, что в этой точке жизнь и мысль действуют немножко без какого-то осмысления. Это то, что апостол Павел называл верою ходим, а не ведением. То есть ходим верою, но не размышлением. И вот когда человек до каких-то размышлений дошел, он уже живет в состоянии какого-то, ну как бы, когда мысли жизни соединились. То есть вот советский проект это очень хорошо иллюстрирует, потому что, скажем, реальность жизни рисовалась художниками. То есть художники рисуют реальность жизни, и потом это нарисованное возникает желание воплотить. Скажем, Ленин говорил, что важнейшим из искусств для нас является кино. Почему кино? Потому что кино рисует как бы образ будущей жизни. И вот люди потом после того, как этот образ нарисован, стараются эту жизнь реализовать. Вот как бы такая вера. То есть они живут без некого осмысления, но в надежде на то, что вера будет воплощаться в жизнь сама собой. Как бы такое проскакивание предшествующей мысли. И вот эта антифилософия, она свойственна как истинной вере, так и ложной вере, подменной, утопии. Потому что очень трудно понять, живешь ли ты по вере или живешь ли ты в каком-то искушении. Ты перестаешь осмысливать реальность так, как ты делал до этого. И состояние веры здесь становится состоянием как бы не очень осознанной веры, не очень разумной веры. И вот здесь есть такой вот момент, когда это может произойти. И в случае с нациями, в случае с утопическими проектами, вообще в случае с утопиями, это очень характерно, когда проскакиваются какие-то предшествующие размышления, и какой-то вывод воспринимается как истина в последней инстанции. И люди живут уже по этому выводу, и им кажется, что они обрели ту истинную веру. А на самом деле часто они находятся просто в состоянии ошибки, в состоянии какого-то искушения. И XX век нам это все, конечно, показал. И сама вот эта идея нации, когда она возникла, она не решила проблему войн. Потому что, когда возникает вопрос нации, возникает желание очертить границы нации. А границы нации, как правило, должны совпадать с границами государств. И возникает желание эти границы государств перенести. Поэтому идея нации, она ведет к войнам, поскольку возникают конфликты из-за границ нации. Это вот говорил еще об этом Григорий Сламонович Померанц. И поэтому сама вот эта идея нации, она не избавила человечество от войн. Она не решила, собственно, уход от религии не решил какие-то корневые вопросы, которые остались. И мы знаем, что в XX веке войны, они только усилились. И лишь после окончания Второй мировой войны люди научились как-то, ну, как-то стали пересматривать вот этот подход к мировому устройству. Во-первых, появился на сцене тот самый первый народ Божий Израиль, который вроде бы сошел с исторической сцены. Но когда он вернулся в землю обетованную, он заявил о себе как о том, что он продолжает как народ Божий тоже существовать. А во-вторых, в Европе люди научились жить без войн. То есть был сформулирован принцип нерушимости границ, принцип прав человека. И стало уже неважно, к какому этносу ты относишься, но через сохранение прав человека, через некие универсальные подходы удалось соблюсти общую свободную жизнь. И таким образом можно стало говорить о том, что идею мессианизма можно как-то подкорректировать. Потому что если раньше мессианская тема всегда связывалась с тем, что народ Божий должен быть только один, то есть тема эксклюзивизма, и поэтому когда тот или иной народ, та или иная, тот или иной этнос воцерковлялся, он мыслил себя как единственный верный народ Божий. И вот такое самопонимание есть практически во всех народах. Мы думаем, что только в русском народе есть такое понимание, что русский народ мыслит себя как богоизбранный народ, как опора всемирного православия. Но на самом деле это не так. На самом деле практически в каждом народе есть такая же концепция, что каждый народ думает о себе самому, что он мессианский народ, что в нем есть какие-то свои цари, подобные царю Давиду, например. Вот наш, скажем, Иван Грозный часто осмысляется как некий такой Давид, потому что он расширял пределы государства. И действительно есть какие-то общие моменты, хотя, конечно, есть то, что их отличает, но есть и общие моменты. И сама вот эта идея эксклюзивного мессианства, она присутствует, причем присутствует часто в перевернутом виде, как мы сейчас сказали на примере наций, это перевернутое мессианство получается. И вот это перевернутое мессианство, по сути, продолжает вот эту тему эксклюзивного мессианизма. И вот эта концепция, она вот так эволюционировала, но, тем не менее, она в корне не поменялась. Потому что до сих пор вот есть разделение людей по принципу того, у кого первородство. Кто истинный народ Божий, а кто не совсем истинный, кто как бы вот такой вот с какими-то искажениями. И что здесь можно предложить, какую другую концепцию, вот вместо концепции такого мессианского эксклюзивизма, что ли, я бы предложил концепцию дополнительности. Что в Евангелии, например, есть такая фраза Христа, что Дух Божий дышит, где хочет. То есть, когда его спрашивают, на какой горе надо поклоняться Богу, он говорит, наступают времена, что надо не на какой-то горе поклоняться Богу, а везде, где дышит Дух Божий, можно поклоняться Богу. Это значит, что во многих местах можно взыскивать присутствие Божие. И если в нашей общности, в нашей общине, в нашем приходе, в нашем монастыре, в нашей церкви, в нашей конфессии, в нашей юрисдикции и так далее присутствует Дух Божий, это не значит, что он отсутствует в других конфессиях, в других местах, в других общностях. И задача в том, чтобы опознать эти действия Божьи в других общностях. Задача как бы дополнить это действие своим действием и таким образом войти в некое такое сослужение, в некое взаимодействие. То есть это можно назвать общением духовных даров. Собственно, каждый отдельный человек, он когда живет в мире, в нормальном случае, он общается с другими людьми. Он узнает действия Божьи в жизни других людей. И вообще есть заповедь о любви к ближнему. Вот то же самое, точно так же может быть заповедь о любви к другим народам. Любви к другим народам, потому что в других народах тоже может действовать Бог. И в этом смысле концепция вот такого мессианского эксклюзивизма может быть заменена на концепцию такой мессианской инклюзивности. То есть людям не надо отказываться от собственной богоизбранности, от собственного призвания Божьего, от того, что Господь в их жизни как-то действует. Но это не означает, что не нужно пытаться видеть эти действия Божьи в жизни других людей, других народов. И в этом смысле вторая половина XX века говорит нам о том, что мир подошел к такому моменту, когда религиозные основания его жизни, духовные основания его жизни могут быть пересмотрены. Могут быть пересмотрены, учитывая весь тот исторический путь, который прошли народы. Что народы прошли некую историю Ветхозаветного Израиля. То есть церковь повторила церкви, можно даже так сказать, повторила путь Ветхозаветного Израиля. И сейчас подошла к некой точке, после которой может произойти некая перезагрузка мессианской темы. И попытка найти взаимодействие на каких-то новых основаниях. Причем эти основания могут быть духовными. То есть не надо их называть секулярными, допустим, или какими-то другими. Потому что основа этих оснований заложена в Писании, в Библии. Вот то, что я хотел сказать о мессионизме. Если есть у кого-то какие-то вопросы, реплики, желание высказаться, пожалуйста, я буду только приветствовать. И во второй части нашей встречи мы обратимся к книге «Апокалипсис. Откровение от Богослова» и посмотрим, что нам эта книга говорит. Спасибо за внимание. А второй микрофон у нас нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос. Какой практически вы из этого всего? Хорошо, мы не отказываем другим народам. В них действует Бог, в церкви, в них, соответственно, люди народов, народов, они еще господяты. Мы практически, как вы видите, Ну, спасибо за вопрос. Но вывод из этого я вижу, прежде всего, конечно, политический. Потому что в Писании, в Библии, если мы почитаем Библию, то духовная жизнь народа Божьего не отделена от политики, от действия политических сил не только, причем, Израиля, но и окружающих народов. И как-то так мы привыкли в христианстве, христианство как бы немножко выводить из политики, считать, что для церкви политическая жизнь не важна, политическая жизнь, внешне политическая жизнь не важна. Но это не совсем так, потому что, на мой взгляд, в Библии, ну и вообще в вере, в религии, есть очень мощный гиперполитический импульс. Причем этот импульс заключается в том, что не церковь должна быть внутри политики, а политика должна быть внутри церкви с большой буквы, внутри некого духовного такого континуума. То есть политики должны обращать свое внимание на людей Библии, людей Писания, на тех людей, которые работают со священными текстами и которые пытаются предлагать некие концепции, ведущие к нормальному миропорядку на основе духовных каких-то ценностей. И это может привести к тому, что народу станут лучше жить. Потому что, мы знаем, есть такая фраза в Евангелии, «Ищет царство Божие и правда его, остальное приложится». Люди часто ищут правды экономической, правды какой-то такой, знаете, мстительной. Вот надо отомстить, например, нас обидели, мы придем, отомстим. И думают, что вот эта локальная правда приведет их к какой-то крупной, большой правде. Но часто они, оказывается, претерпевают такое кораблекрушение в вере. То есть их надежда оказывается ложной, потому что они не искали воли Божьей, действия Божьего. Я считаю, что геополитические события так или иначе тоже могут быть осмыслены с духовной точки зрения. Другое дело, что тут, опять же, очень часто можно попытаться манипулировать Богом. То есть можно попытаться действия Божьей, религию и Писание даже использовать для каких-то своих политических сиюминутных целей. Если мы посмотрим на историю двухтысячелетнюю, мы увидим, что очень многие именно так и поступали. Они брали какой-то отрывок из Писания и начинали оправдывать свои те или иные действия. Что вот я поступаю так же, как поступал царь Давид, например, или еще кто-то. Но сейчас другое время. И вот это очень важно, что мы не можем жить только в ситуации, когда Тора, или Тора по-еврейски, или письменная Библия является для нас только историческим памятником. Мы можем пытаться взыскивать смыслы и действия Божьи в наше время. И понятно, что эти смыслы и действия не могут быть тождественны тем смыслам и действиям, потому что время прошло, если мы будем апеллировать к прошлому и пытаться копировать это прошлое, очень часто это будет лишь какая-то ложная вера, ложная попытка опознать реальность. Потому что действия Божьи происходят в настоящем. Мы живем в той реальности, которая сейчас есть. И Бог сейчас жив и действует в этой реальности. И поэтому мы должны пытаться понять, что нам делать здесь и сейчас, исходя не только из опыта прошлого, но и исходя из опыта настоящего и недавнего прошлого. И это недавнее прошлое мы можем тоже попытаться осмыслить, потому что мы видим историю как пространство действия и каких-то темных сил, и каких-то светлых сил, и ошибок человеческих, и каких-то сбывшихся надежд. Мы видим, что действия Божьи тоже часто сбываются, что они вселяют определенную надежду. И поэтому я считаю, что эта тема не бесполезная. И более того, есть даже такая дисциплина, которая называется теополитика. То есть политика, которая пытается ориентироваться на действия Божьи. Проблема здесь в чем? Проблема здесь в том, что эти действия Божьи часто истолковываются не совсем корректно, что ли. И здесь тоже очень много манипуляций. Здесь тоже нужно пытаться освободиться от каких-то утопий, от каких-то темных двойников. Понимаете? И вот в этом сложность. Но тем не менее политики призваны действовать, в том числе учитывая опыт веры, что ли. Поэтому наши встречи, наши размышления, мне кажется, они не бесплодны. Потому что мы видим, какой сейчас кризис существует. И что этот кризис показал, что какие-то прошлые концепции не дают выхода из этого кризиса. Что политики не опираются на опыт людей писания, опыт религиозных философов, например, каких-то мыслителей. Они опираются на опыт каких-то концепций, которые были 200 лет назад, допустим, и прочее. А сейчас время другое, и многое поменялось. И можно какие-то вещи пересмотреть. Я, например, предложил пересмотреть понятие мессианизма и мессианской темы. И мне кажется, это вполне уместно делать. Потому что сейчас мы видим, что многое в мире поменялось. И если мы предложим какие-то новые ходы, мыслительные, духовные, то почему бы не обратить на них внимание и людям не воспользоваться. Мне кажется, это очень важно. Спасибо. Да, можно есть микрофон? Я запомнил. Да, приятно. Сколько вообще оправданно говорить о мессианстве, мессианизме для мессианской цивилизации? Саудеи, понятно, с новым иноизмом они ждут мессии, поэтому у них там это дело понятно. А у нас-то наш, особенно здесь христиане, конечно, и поэтому слово «наш» используют. Наш месси уже пришел. После перехода Христа о каком мессианстве вообще может быть речь? Кроме того, о чем вы сказали, просто чисто политический инструмент в интересах нации. Но это уже не мессианизм, это уже просто то, что мы называем манипуляцией. Это и происходит каждый день. Мы не имеем никакого отношения к мессианству и к религиозному. Да, спасибо за вопрос. Но вообще церковь – это мессианский народ Божий. Если Мессия уже пришел, и церковь исповедует Христа как Мессию, и, собственно, Христос – это означает «машиах», то есть, по сути, как бы синоним. Если Мессия пришел, он пребывает внутри церкви, внутри церковного собрания. В народе Божьем в церкви присутствует Дух Божий. И у церкви есть мессианское поручение, так называемое великое поручение Иисуса Христа, которое заключается в том, что, если мы читаем Евангелие, там оно написано, «Идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и учая их соблюдать все, чему я научил вас». То есть церковь призвана научить народы жить по Божьему. То есть, по сути, язычников, людей, которые отошли от Бога, которые не научены жизни с Богом, обратить и сделать народом Божьим. То есть научить язычников взыскивать Духа Божьего и ходить в Духе Божьем, ходить во свете, а не во тьме. И в этом есть мессианское измерение, да? В этом есть мессианское измерение и мессианская задача. Другое дело, что церковь, как единое целое, эту задачу с себя, ну не то что сняла, но как бы ее немножко потеряла. Во-первых, церковь, она раздробилась на множество динаминаций, которые начали вести друг с другом всякие такие вот конфликты, войны и прочее. И вместо того, чтобы заниматься возвышением людей, они часто религию как таковую стали использовать совсем для другого. А в принципе народ Божий, так же как церковь, как народ Божий, у нее такие же задачи, как и в иудаизме. Но отличие в том, что иудеи ждут мессию, и по их вере как бы мессия еще не пришел, потому что он должен прийти. В христианстве мессия уже пришел, и, соответственно, он присутствует вместе с христианами. Но сами понятия святости и царственности, то есть понятие царственного священства, оно такое же, как в иудаизме, как народ иудеи является народом святым, избранным в удел из всех народов, как Господь говорит, я избрал Израиль от себя из всех народов. Так же, собственно, и христиане избираются из всех народов вот в это удел. Если мы почитаем послание Петра, там он обращается к христианам, говорит, вы царственное священство, то есть народ взятый в удел, чтобы возвещать тайны Божии, чтобы возвещать свет, который пришел. Вы носители света, вы несете свет людям. И в этом мессианская задача. То есть задача в том, чтобы этот свет нести людям. И мы сейчас поговорим о книге «Апокалипсис» и посмотрим, как вот эта тема там раскрывается. Как раз ваш вопрос очень здесь в тему. И это было бы неправильно здесь снижать планку до политики. То есть нельзя религию сводить только к политике. Это немножко как бы снижение уровня. То есть понятно, что политические силы, они присутствуют в нашей жизни, так же, как экономические силы, так же, как какие-то другие силы, например, силы природы и прочего. Но божественное управление мирозданием не сводится к какой-то одной из этих сил. Божественное управление миром пытается включить в себя все силы и при помощи премудрости здесь как-то каким-то образом управлять. В этом, собственно, есть монотеистический принцип единства всего бытия, когда Господь управляет всеми силами. Одно из ветхозаветных имён Божьих – это Господь Саваов, Господь сил или Элохим, как бы единство во множественности, управление Богом всеми силами, которые присутствуют в мире и во Вселенной. Но понятно, что это управление происходит не методом какого-то автоматизма, а через диалог с человеком, потому что человек является партнёром Бога в этом диалоге. И Бог управляет силами мироздания, исходя из действий человека. Человека как личности, и тогда мы видим действие Божие в конкретной какой-то личности, и человека как социума, как народа Божьего. И Бог взаимодействует с народом Божьим как с единым целым. Если мы почитаем Ветхий Завет, например, там есть такое обращение к Израилю, «Слушай, Израиль, шма Израиль». Когда мы читаем книгу «Исход», там Господь обращается к Израилю, «Слушай, Израиль, Израиль – это весь народ. Слушай, народ, вот тебе мои заповеди, вот тебе некие принципы жизни, как надо строить свою жизнь, и тогда я буду в твоей среде». И здесь политика, она, конечно, входит в это божественное действие, но входит не как доминирующая сила, а входит как одна из сил. И Господь, Он может этими силами как-то вот что-то регулировать. Мне кажется, и человек тут тоже призван к соучастию какому-то с Богом, он сотворец, потому что одно из главных подобий человека Богу, мы же знаем, да, в первых главах книги «Бытие» мы читаем, что человек создан Богом по образу и подобию. И вот одно из подобий человека Бога заключается в его способности к творчеству. То есть человек – творец, творец своей жизни, творец в том числе экономических и политических практик. И вопрос лишь в том, как он эти политические и экономические практики делает. То ли как ложный Бог какой-то, как какой-то, не знаю, там, диктатор, допустим, как человек, который разрушает жизнь, несёт смерть, то ли как человек, который пытается нести какой-то свет. И не случайно в Библии, например, противопоставляется путь Иерусалима и путь Вавилона. Путь Иерусалима – это путь мира, путь созидания народа Божьего. И венец, собственно, пути Иерусалима – это царство Соломона. Царство Соломона, когда благоденствие как бы вот переизобилует. И этому пути Иерусалим противопоставляется путь Вавилона, путь захватнической империи, которая пытается через силу, через закабаление, через рабство подчинить себе другие народы. Эта тема в Библии, она сквозная. Другое дело, что в христианстве она немножко как бы ушла на периферию. И считается, что вот царство Божие, царство Кесаря, они как бы не пересекаются, что они как бы вот на дистанции находятся друг по отношению к другу. Но это не совсем так. Просто в евангельских событиях вот этот диалог веры и политики, он как бы происходит, но он не заканчивается. Он только начинается. И вот, кстати, мы сейчас поговорим, я надеюсь, о книге «Апокалипсис. Откровение от богослова». И мы, мне кажется, увидим продолжение этой темы. Мы не ответим, конечно, на все вопросы, но мы увидим продолжение самой темы о, собственно, действиях Божьих в истории. Да, пожалуйста. Какие-то есть еще вопросы или реплики, или замечания? Может быть, что-то такое, возражения какие-то? Тут, понимаете, еще вопрос такой, что нам очень часто мешают слова, потому что слова, они как бы вот… Мы привыкли под словами понимать что-то одно, а может быть понято немножко как бы в сторону, другое. И вот, например, мессианство и лжемессианство – это часто синонимы, и поэтому мессионизм часто ругательная вещь. Так же, как, например, вера связана с экзальтацией или еще с чем-то. И вот здесь, конечно, нам дополнительная сложность есть. Хорошо, давайте теперь поговорим тогда, наверное, о книге «Откровение Иоанна Богослова» «Апокалипсис». Ну, я предполагаю, что вообще эту книгу читали, потому что, ну, по крайней мере, те, кто присутствует в аудитории, ну и те, кто у нас, может быть, будут смотреть, поэтому я не буду пересказывать, что там написано. И к тому же это довольно сложно сделать, там такие яркие образы, как бы очень мощный такой какой-то дается духовный импульс, на мой взгляд. Но я попытаюсь предложить, опять же, некий взгляд на эту книгу, исходя из того, о чем мы сегодня говорили, исходя из попытки раскрыть мессианскую тему, но также немножко оборачиваясь на весь наш курс, который вот на все семь предыдущих наших встреч, потому что вот книга «Апокалипсис», она как бы тут, ну, является неким таким, что ли, морем или океаном, куда впадают вот реки. Если говорить, что духовное движение – это реки, то реки, они впадают обычно в море или в океан. И вот как бы откровение Анна Богослова – это как бы некий океан, который вот в себе являет вот некое завершение какого-то духовного пути. Вот. Но на что хотелось бы обратить внимание? Хотелось бы обратить внимание на то, что является структурной основой книги «Откровение Анна Богослова». Я думаю, что структурной основой книги «Откровение Анна Богослова» является книга «Исход», «Исход евреев из Египта». И в связи с этим в книге «Апокалипсис» очень много параллелей именно с книгой «Исход», но и с некоторыми последующими книгами. Хотя, конечно, в этой книге есть аллюзии и на пророческие книги, и на книги «Премудрости» и так далее. И сейчас я попытаюсь показать, в чем эти параллели, и в чем подобие, и в чем отличие. Ну, во-первых, книга «Исход» начинается с того, что Моисей призывается Богом, и он призывается вывести народ из Египта, народ Божий. Соответственно, Моисей является как бы таким спасителем, спасителем для еврейского народа. В книге «Апокалипсис» другой спаситель, «Лев из колена Иудина» он называется, то есть Иисус Христос, Агнец Божий. Агнец Божий, который тоже явлен, показан как такой спаситель. Если Моисей спасает еврейский народ, то Агнец Божий спасает другие народы, остальные. И в Апокалипсисе есть такое число – 144 тысячи. Те, которые следуют за Моисеем и за Агнецем. Что такое 144 тысячи? Это 144 – это 12 на 12. 12 колен Израилевых и 12 апостолов. А тысяча в библейской символике – это просто очень много. То это значит некая крупная общность, состоящая из ветхозаветного народа Божьего и из новозаветного народа Божьего. И они каким-то образом движутся все вместе. По пути спасения. Дальше, после того, как Моисей призван Богом вывести народ из Египта, то есть спасти его, появляется период духовной брани. Возникает фараон и вся мощь Египетской империи. Они становятся на пути Моисея и народа Божьего. То же самое в Апокалипсисе. Появляется красный дракон и зверь, выходящий из бездны. И зверь этот наделен чертами других зверей. Там у него лапа от медведя, по-моему, там морда как от барса, что-то такое. Образ зверя – это образ в библейской истории, это образ империи. То есть, соответственно, если Моисею противостоит Египетской империи, то Иисусу Христу противостоит как бы интегральный образ всех других империй в мире, которые только существуют. Интегральный такой имперский образ. Дальше начинается период суда над Египтом. Мы помним 10 казней египетских, когда фараон не хочет отпускать народ Божий, посылаются 10 казней египетских, и в результате все-таки фараон вынужден смириться с тем, что народ Божий уходит. Период казней египетских соответствует периоду чаш гнева Божьего, которые изливаются в откровение Иоанна Богослова. Если мы там почитаем, то вот эти чаши гнева, они как бы символически очень похожи на этот период. Дальше, значит, Моисей с народом Божиим выходит в пустыню. Тема пустыни также присутствует в откровении Иоанна Богослова. В откровении Иоанна Богослова тоже тема пустыни. Там жена убежала в пустыню, ушла в пустыню, даракон попытался за ней пойти. В общем, какие-то там сложные такие картины. Все образы мне довольно трудно как-то интерпретировать, но суть, я думаю, что именно в этом. После того, как народ Божий уходит в пустыню, он венцом исхода из Египта является обретение земли обетованной. То есть он входит в землю обетованную и располагается там, завоевывает эту землю. И это как бы некое завершение вот этого этапа исхода. Соответственно, в Апокалипсисе мы читаем об Иерусалиме, который сходит с неба. То есть град Божий, который сходит с неба. То есть получается, что Апокалипсис – это расширенный и углубленный исход. Получается, что Агнес выводит народ Божий и возводит его в Новый Иерусалим. И мы читаем, что в книге «Откровение Анна Богослова» там есть такое место, когда говорится «И пал Вавилон», «Вавилон великий», «Вавилонская блудница». То есть Вавилон – это собирательный образ богоборческой империи, которая пала, и вместо нее восторжествовало Царство Божье. И здесь, соответственно, тоже вот этот образ, он, на мой взгляд, очень ярок и вполне понятен. Есть еще, например, образ всадников. Помните, там всадники Апокалипсиса. Один белый, по-моему, второй рыжий, третий черный и четвертый бледный. Как можно эти образы истолковать? Очень такое хорошее толкование, например, что белый всадник – это всадник империи. Империя начинает как бы попытку завоевать что-то, попытку расшириться. Вслед за ней следует что? На самом деле голод. Не голод, точнее, следуют экономические проблемы, потому что вслед за войной идут экономические проблемы. Вслед за экономическими проблемами наступает голод. Вслед за голодом наступает смерть. То есть такие циклы вполне понятны, и эти циклы очень часто повторяются. Если мы возьмем, опять же, исход евреев из Египта, там все эти циклы есть. Возьмем какие-то другие конфликты, там тоже эти циклы повторяются. Таким образом, можно заметить, что здесь некие универсальные паттерны, что ли, скрытые. Что в мире какие-то силы связаны. Если человек, например, начинает действовать так, то мир ему отвечает определенным образом. Если человек начинает войну, то вслед за войной приходит экономическая разруха, голод, революция, допустим, или еще что-то. Тут некие социальные механизмы уже в это во все вписываются. И можно, например, сказать еще такое, что исход – это вообще повторяющийся миф. И иудеи живут в этом повторяющемся мифе. То есть, если, например, сейчас мы вышли из Египта, то это не значит, что через какое-то время мы снова окажемся в Египте. То есть получается, что Египет, Вавилон, Рим, например, Третий Рейх – это реинкарнация одного и того же Египта. То есть, по сути, миф исхода в иудейской истории повторяется много-много раз. И получается, что каждое поколение, ну или там несколько поколений, там 3-4 поколения, они как бы вот этот какой-то цикл в себе прокручивают. То же самое и апокалипсис можно считать таким же повторяющимся мифом, как бы некой проекцией на историю, когда те или иные события повторяются как бы снова и снова в разных поколениях. И происходит так, что мы вот как бы вовлекаемся вот в это такое вот масштабное дело. И получается, что спасение и вера – это не только наше личное дело, но это то, что имеет еще социальное измерение. То есть вот мы сейчас возвращаемся, собственно, к нашей мессианской теме, что вот это социальное измерение нельзя не учитывать, что народ Божий, он имеет, ну как бы несет в себе пространство спасения, что человек не спасается один. Человек, если он сам спасается, если он чувствует присутствие Божие, естественное желание у него возникает делиться этим и расширять действия Божие на вот окружающих людей. И поэтому вот социальное измерение спасения очень важно. Как раз апокалипсис нам об этом и говорит. Он говорит о присутствии Бога в истории и что народ Божий вот в каком-то глубоком там метафизическом, там, не знаю, онтологическом смысле, он как раз борется вот с богоборческими силами. И эти богоборческие силы, они могут выступать в том числе через политиков. И понятно, что это как бы сложные такие моменты, потому что вот тот же апостол Павел, он учит, ну скажем, как бы не спорить с властями и так далее. Но это все, наверное, правильно в плане какого-то вот такого решения, ну что ли, временного. Но если брать какую-то длительную историческую перспективу, то мы можем думать о том, что задача Божья заключается в том, чтобы привести к спасению народа. Как говорил тот же Павел, всех Бог ввел в непослушание, чтобы всех помиловать. То есть через освобождение, через соединение привести их к спасению. Как это? Понятно, какая-то тайна. И в книге «Апокалипсис» мы не найдем каких-то ответов, что называется конкретных, точечных здесь и сейчас. Но какой-то духовный ответ, мне кажется, там есть. И ответ этот заключается в том, что надо идти по пути освобождения, по пути спасения, по пути любви, возвещения правды Божьей и так далее. И Бог будет идти со своим народом. Но при этом, конечно же, есть и красный дракон, выходящий из бездны, есть всадники Апокалипсиса и все такое прочее. Но тем не менее, в этой книге скрыт, конечно, очень большой оптимизм, потому что мы видим силу Божию, мы видим расширение этого пространства действия Божьего. Но, наверное, о книге «Апокалипсис» я тоже так в двух словах сказал. Если какие-то есть вопросы, реплики, можно будет спросить или задать вопросы. Я читал исследования разных людей, разных ученых, и говорят, что, в общем, что христиане пытаются сделать с этой книгой. И они пытаются ее не тянуть, а все мироздания, во все времена. А по факту она как будто бы была просто написана гораздо локальнее. И, в общем, все эти, так сказать, угрозы, все эти проклятия, они относились к «Мирону». Это книга не такая глобальная, а локальная в истории. Все это относилось, как она говорит, непосредственно к «Мирону» тех времен, непосредственно к «Мирону» это число 6 решителей в некоторых рупписях 6.1.6. И что, может быть, нет смысла ее выжимать то, чего нет? Ну да, спасибо за вопрос. Ну да, есть такое понимание, что действительно число 666 – это зашифрованное имя «Мирона». И действительно эта книга привязана к истории. Например, там упоминаются Николаиты, или упоминаются там «Ангелы семи церквей», то есть обращение к конкретным церковным общинам. Это все правильно, да, наверное, так. Но понимаете, в чем дело? Просто в этой книге, помимо всего прочего, в историю и действительно в какие-то локальные события, как вы сказали, вторгается еще вечность. Там мы наблюдаем, например, воскресение мертвых, мы наблюдаем какие-то события, связанные с вечностью. И здесь вопрос вообще в том, как вечность соотносима, в вечной ге соотносима с временным. Что внутри чего находится? То есть то ли временное внутри вечного, то ли вечное внутри временного. Получается, что вечное и временное находятся в каком-то взаимодействии непонятном. Иногда вдруг наша жизнь, временная жизнь, как собственные пространства, вот время и пространство, как говорил Кант, это некая априорная схема, в которой дана человеку, он в этой схеме живет. Единство пространства и времени. Он живет в этом пространстве и времени, и вдруг это пространство и время каким-то образом расширяется, открывается, и в него входит вечность. И что при этом происходит? Это так же, как вопрос, возможно ли царство Божие на земле. Такой вопрос очень часто его ставят, и говорят, что нет, царство Божие на земле невозможно. Но где граница между земным и небесным? Вот, например, преображение Христа на горе Фавор, оно было где? На небе или на земле? Мы видим некое соединение земного и небесного, мы видим некую точку, через которую Божественное вдруг начинает просвечивать нашу жизнь. Где эта точка происходит? Это тоже вопрос такой непонятный. То есть она может произойти в какое-то время в каком-то месте, но она может произойти в другое время в другом месте. Это будет та же самая точка, то же самое пространство вечности. И получается, что временное входит в это вечное. И события евангельской истории говорят нам о воскресении Христа, о воскресении всех людей. То есть Христос, он первенец из умерших. И эти ожидания воскресения мёртвых, они ещё как бы не осуществились. Мы вначале говорили о вере, и говорили о том, что вера, она может быть вера как чувство, и вера как во что-то отдалённое. То есть это то, что можно назвать вера проекта. Вот, например, проект христианства заключается в том, что должны воскреснуть мёртвые. И вот эта вера, она ещё не актуализировалась в нашей жизни. Понимаете, если мы говорим, а это была вера в том числе первых христиан, что воскреснут мёртвые и так далее. И эта вера, она не актуализировалась, не реактивировалась в нашей жизни. И мы сейчас живём как бы в ожидании того, что это должно случиться. Мы, может быть, забыли об этом ожидании. Прошло же там 2000 лет, и мы перестали об этом думать. Но для первых христиан это было актуально. Да, там были нейроны, были какие-то исторические реалии и прочее. Но, например, красный дракон, Вавилон и так далее, это образы явно очень масштабные. И, например, 144 тысячи – это тоже очень масштабное число, которое соединяет причём иудеев и христиан, хотя христиане и иудеи, они находились в конфликте. В конфликте мы знаем, что синагога не принимала учеников христовых. И мы знаем, что был явницкий Санхидрин, который отделил христиан от синагоги. А тут мы в апокалипсисе вдруг читаем, что эти народы идут вместе, что церковь и синагога – это как сёстры, что ли, как две маслины, вот образ Павла. Поэтому, с одной стороны, я согласен с тем, что действительно книга имеет какие-то локальные привязки, и это важно. Но, с другой стороны, она имеет и какие-то отсылки к более отдалённой перспективе. Собственно, как и пророческие книги. Если мы почитаем пророческие книги, например, восхождение пророка Исаии к небесному престолу, там же то же самое. Вроде бы это какая-то привязка к истории, а вдруг открывается небесный престол, и что дальше? Мы становимся участниками какой-то такой мета-истории, что ли. Когда открывается небесный престол, открывается, по сути, всё пространство творения. И мы в апокалипсисе видим эти символы, вот эти знаки, вот эти животные, которые символизируют силы какие-то. Мы видим, что эти действия направлены во все стороны, во все концы света. То есть это, ну, собственно, и само понятие монотеизма, единобожие, оно заключается в том, что Бог творец всей вселенной, всей истории. И, соответственно, он пронизывает своим присутствием там и север, и юг, и восток, и запад, и начало истории, и конец истории. И для него это всё как вот тысячи дней, как тысячи лет, как один день. Для нас, для человека, трудно так вот мыслить, потому что мы живём вот в этом конкретном историческом времени. Но для пророческого видения, для людей, приобщённых к вечности, для них это очень характерно, уметь вот как бы так вот вдруг выскакивать из своего времени и какие-то подобия находить в других исторических периодах. И мне кажется, здесь есть вещи уникальные, как привязка к времени нейрона, а есть вещи универсальные, которые характерны для всего человечества в целом, для всего Адама, если уж так сказать. Потому что Христос – это как новый Адам. Задача Христа – спасти всё человечество, ввести его в Царство Божие. И он в этом плане как новый Моисей. Не случайно проповедь христиан в начале иудеям была как проповедь Христа, как нового Моисея, что Христос как новый Моисей, который в чём-то служение Моисея, в чём-то является подобие служению Моисея. И здесь, конечно, сразу все эти образы возникают. С одной стороны, мы не можем не замечать действительно локальные периоды. Собственно, Евангелие – это тоже локальная история. Если мы почитаем Иосифа Флавия, например, «Иудейские войны», мы практически ничего не найдём о евангельской истории. Да, но на какое это имело значение в будущем, спустя несколько поколений, как развилось христианство, какой масштаб христианства произошёл уже спустя века. А вначале это совершенно было непонятно. Поэтому, понимаете, мы, конечно, оказываемся в трудной ситуации. Мы работаем с текстами, и действительно, мы не знаем… Ну, как бы, есть такое понятие в библиистике, там, критика текста, да, критика источников. Мы не знаем, кто работал над этими текстами, кто автор этого текста, кто-то его, может, переписывал, да, там, каким смыслом стоит верить, каким не стоит, да. Вот, но мы пытаемся также и учитывать другие книги Библии, Библии, Ветхого Завета, и думать над тем, что Писание, оно Боговдухновенно, да, то есть, как бы, при написании этих книг участвовал вот Дух Божий. И авторы этих книг для нас авторитетны в том смысле, что они не только свидетели исторической эпохи, но и свидетели каких-то откровений, теофани, да, божественного присутствия. Вот, и в этом плане апокалипсис, вот я пытался сегодня это показать, не знаю, насколько удачно или нет, он структурно и духовно, он сонаправлен с книгой Схода, он, по сути, её продолжает. И в этом плане Библия, она свидетельствует нам то, что Бог, Он не оставляет свой народ Божий, и народ Божий не только Израиль, но и христиан, те народы, которые потом приняли вот евангельское благовестие. Он присутствует в народе Божьем, и мы видим вот эту, как бы, преемственность смыслов, преемственность каких-то знамений, и преемственность благодати, допустим, и так далее, образов каких-то. Вот, и для нас это очень важно, потому что вот то, что Бог Израиля, Бог, как бы, Всевышний, Он одновременно не только Бог пространства, но и Бог времени, что Он Бог Авраама Исаака Иакова. Что такое Бог Авраама Исаака Иакова? Это означает, что Бог, не меняющийся во времени. Ну, то есть, как бы, ведущий диалог как с прошлыми поколениями, так и вот с нынешними, да, и с будущими. Вот, и для нас это вот, ну, как бы, мы опираемся не только на текст, как на источник, но мы опираемся еще на предание, на дух, на дух этого текста, потому что Писание нельзя понять только читая букву, да, мы не можем понять Писание, если в нас нет начатка действия Духа. Поэтому не случайно говорится, что без действия Духа нельзя понять Писание. Писание понимается тогда, когда Дух Божий присутствует среди людей, и тогда люди вдруг опознают, что та жизнь, которая происходит между ними, она точно такая же, по сути, как была там 2000 лет назад. Если христиане совершают Евхаристию, чувствуют присутствие Христа между собой, говорят друг другу Христос посреди нас, они понимают, что это тот же самый Христос, который был посреди учеников Христовых 2000 лет назад. И здесь происходит какое-то проникновение сквозь время, сквозь временные сроки. Получается, что церковь – это как бы такая машина времени, которая вдруг подхватывает человека и сразу его во все пространства как-то мысленно переносит. Поэтому, мне кажется, вот так. Немножко, может быть, пафосно получилось. Какие-то есть еще вопросы, реплики? Ну, тогда будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо всем за присутствие. Тема, на самом деле, очень сложная. Она сложная именно своей какой-то масштабностью. И очень сложно на эти темы говорить, не съехав куда-то, знаете, вот в какую-то экзальтацию, в какой-то, знаете, либо чрезмерный какой-то восторг, либо в чрезмерный какой-то пессимизм. Потому что, на самом деле, для многих «Апокалипсис» – это очень такая страшная книга, где, так сказать, торжествуют силы зла. И наша задача была как-то уравновесить, попытаться уравновесить это все, не знаю, насколько удалось. Ну, и понятно, что это очень много загадок и остается по-прежнему, особенно и в нашей жизни. Вы видите, там, сколько событий разных происходит. Но мы являемся участниками истории, участниками исторического процесса. Мне кажется, нас должно подкреплять то, что ни мы первые, ни мы последние. Мы как бы некие такой вот соучастники этого божьего действия. Поэтому спасибо за внимание. Спасибо за вот... Спасибо. Спасибо.